ulum ребята всем привет в этом видео я хочу вам рассказать о своих впечатлениях об этом микрофоне и с какими трудностями я столкнулась итак все по порядку последние два видео так, я надеюсь меня нормально видно последние два видео у меня вышли, мягко сказать, неудачно потому что я совсем забыла про стереоэффект мне многие писали в комментариях что я не настроила сам микрофон ребята вы почти угадали микрофон был настроен стереоэффект то есть по умолчанию и почему я ничего не проверяю решила записать видео потому что на стриме то есть на твиче я стримлю практически каждый день ребята туда приходят, заходят, слушают меня и мы тестировали с ними этот микрофон и оказалось, что на стриме все в порядке то есть правое, левое ухо все отлично то есть это все слышно поэтому я не на что не обращаю внимания просто решила записать видео вот эти два они вышли практически одинаковыми потому что я в один вечер все записывала так я сейчас отвлеклась на шум даже расскажу немного про шум вот вот о чем я вам говорила я уже забыла я уже говорила я говорила о том, что сам микрофон был настроен на стерео по умолчанию но при записи видео не будем настроить звук в самой программе то есть при записи звука точнее, извините при записи звука нужно настраивать в самой программе стерео то есть у меня там был монорежим а нужно было поменять на стерео и это немного забавно конечно вышло извините я прошу прощения что вела вас в заблуждении потому что многие писали что я не настроила микрофон другие писали что плохой звук никакого стереоэффекта нет конечно это все мои ляпы извините меня я больше этого не повторюсь и кстати по поводу стереоэффекта мне также сказали ребята посоветовали что при рендеринге может теряться стереоэффект если вы асмртист например купили то обязательно вам нужно я лично записываю звук отдельно на микрофон у меня программа на компьютере подключается микрофон к компьютеру это я уже совсем для новичков рассказываю опытные асмртисты посмеются надо мной что я такие простые вещи рассказываю но то есть в этой программе там есть такое окошечко стерео то есть там нужно поменять и когда я ввожу звук и картинку то есть видео уже при рендеринге там тоже нужно в настройках звука что-то поменять но я еще не пробовала потому что это видео я первое записываю когда я разобралась со стереозвуком надеюсь он опухнет сейчас давайте проверим так 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 ну вот ребят я не знаю насколько было слышно кстати я еще села на скребучий стол хотела поменять думаю сейчас буду туда-сюда двигаться и будет слишком шумно для вас итак я еще хотела вам рассказать то есть по поводу микрофона трудностей абсолютно не было никаких единственное что вот с редакцией этого ну с редактором звука и так далее с записью звука что я не учла вот эти моменты а так если вы в поисках какой микрофон купить то 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 покупайте блюидите пошлите это конечно не уши да микрофон с ушами конечно же то есть такого стереоэффекта явного не будет чтобы был стереоэффект нужно совсем очень 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 близко говорить вот таким образом так так это левое ушко и по поводу ветра защиты я обязательно куплю но у меня есть попфильтер может быть с попфильтером попробую следующее видео записать и посмотрим мне неудобно с ним потому что во-первых он закрывает все лицо мне когда я записываю неудобно камеру настраивать дополнительно надо то есть это все заморочки но все-таки нужно и как мне советовали за 30 рублей вот такой типа футляра в принципе я закажу на алиэкспресс или на каком-либо другом сайте может быть на амазоне в принципе разницы нет но мне кажется на алиэкспресс даже дешевле будет вот а в дальнейшем может быть не только ветра защиты например куплю а уже как фильтр специальный для на алиэкспресс если мне будет неудобно стойку прикуплю вот такие новости такие дела так что ждите от меня следующее видео триггеры возможно это будет какие я планирую делать видео триггеры итинги рисовашки которые ну поделки рисование шитье я собиралась чтение сказок может еще постукивание это все к триггерам и еще я стримлю на отвече это стрим площадка площадка для прямых трансляций то есть там немного звук теряется из-за скорости наверное я не знаю из этого всего но как моим ребятам которые постоянно там бывают им нравятся эти триггеры и они с удовольствием слушают так что заходите на стримы я общаюсь со всеми то есть всем отвечаю и пока нас не очень много около 50 человек бывает 50-60 у меня максимальное было 100 человек 128 да по-моему но там очень весело бывают какие-нибудь истории рассказывают жизни ну и играю в Warstone ничего не изменилось в общем такая история по поводу шума от машин вы просто не представляете как меня это волновало потому что я так же не могла записывать видео с этим шумом то что у меня квартира комната очень близка к дороге находится и от этого от этого в общем дискомфорт тем более еще записывает очень чувствительный микрофон и он записывает еще больше шум то есть на тот мой старый микрофон шум этот меньше даже некоторые зрители заметили что шум от машин стал больше проявляться в записи но я расстроилась и ну как-то так получилось что я сейчас буду записывать видео в другом месте хорошо что нашлось решение этой проблемы и я надеюсь будет все в порядке здесь тоже дорога но она уже не так близко к окнам здесь мне кажется намного тише тем более к примеру вечером можно записывать видео и даже днем то есть для меня это просто облегчило мне задачу записывать видео потому что я уже устала подбирать время когда машины ездят не ездят и когда вырезать это тоже если вырезать будет постоянная нарезка и мне для записи постоянно прерваться тоже неудобно так что спасибо кто не раскритиковал меня а просто терпеливо ждал скажем так терпеливо ждал когда я изменю ситуацию спасибо вам большое что вы сохраняете так сказать достоинства не обзываете меня как делать некоторые и что еще хотела рассказать по поводу шума то есть сейчас может быть он немного будет проявляться но все же и и по поводу записи на блюете тоже у меня появлялся какой-то шум при записи но по-моему он исчез я не знаю напишите есть он или нет наверное самые такие требовательные зрители все равно его найдут поэтому ну мне кажется так намного лучше потому что от системника передавался шум волны да то есть он работал ну я как-то так сделала что сейчас все нормально так что вот ну я рада этим всем новостям что сейчас могу записывать на на блюете и так далее я надеюсь все надеюсь видео будет выходить почаще по поводу итинга хотела даже рассказать вам то что мне пишут такие гневные комментарии что я такая милая девушка и чавкает я это делаю специально я не чавкаю дома за столом я ем как культурный воспитанник обычный нормальный я тоже не люблю слушать когда кто-то за столом но понимаете реальная жизнь и запись видео это совершенно разные вещи если к примеру ASMR в реальной жизни практически не работает не знаю я от многих слышала что ASMR воспринимается в реальной жизни не так если шепчешь в ухо это будет не так круто а если ну то есть перед самым звуком через микрофон шепот намного приятнее воспринимается я не знаю как объяснить но и тут так же то есть конечно это неприятно когда чавкают но я в принципе я тут посмотрела у русских блогеров итинг и но их очень мало я в основном видела училась так скажем ну училась это грубо говоря да громко сказано я насмотрела всяких англоязычных блогеров асмртистов которые записывали такие итинги и я именно так представляю смр итинг и я нашла своих так сказать фанатов ну не фанатов а слушателей которым нравятся такие звуки я делаю это потому что мне самой они нравятся слушать именно слушать не представлять что кто-то что-то ест а именно вот эти звуки мне нравятся слушать да может где-то я там перестаралась но так всегда бывает ничего нет идеального может где-то перестаралась там я стараюсь более аккуратно буду стараться есть не знаю тут такие смешные вещи я говорю просто люди просто начинают рассказывать негатив потому что они сами посмотрели видео которые их раздражают причем это на каждом видео то есть вам не должно все нравиться на моем канале то есть я понимаю что это индивидуально такая вещь итинг кого-то это раздражает кому-то это нравится и если вы видите в названии смритинг и вы заранее знаете что чавканье мое именно чавканье вам не нравится тогда лучше не включайте я думаю это будет более адекватно и так далее более взрослый поступок нежели чем открывать видео и негодовать о том что я вас как-то расстроила разочаровала просто не смотрите просто смотрите шепот если вам нравится мой шепот я всегда в видео указываю что там будет шепот или там будет джавканье с итингом и так далее вы не прогадаете то есть если вы хотите ну настолько вы надеете там ну что навряд ли если не так сказала если вы настолько любите мои видео смотреть и смотрите каждое ну то есть вам хочется посмотреть то есть вам не нравится этим но вам все равно хочется посмотреть ну не знаю выключается звук просто мне уже реально надоело как в каждом смритинге объяснять что ну не нужно смотреть если вас вызывает это отвращение просто не смотрите много очень классических блогеров которые делают такие видео и то что я заметила смритинги мне приносят больше просмотров и больше дохода на канале так что я не вижу смысла заканчивать потому что меня постоянно просят спрашивать какой титинг то есть у меня уже есть аудитория которым нравится титинг мне только радость что-то поесть тем более я сама люблю такие звуки а как я это делаю как я ем ну это это уже мое дело как я кушаю ну не знаю меня просто бомбануло немного простите но как-то вот просто бомбануло ну а насчет чего я хотела с вами поговорить я уже не помню вообще это видео спонтанное я хотела вам сказку почитать или 40 Илье над водой вот книжку но вот решила рассказать может кому-то пригодится когда будете покупать и этот мне вышел 140 долларов то есть звук действительно качественный и какой-то другой микрофон я бы не советовала покупать если вы домашний блогер у вас домашняя студия и так далее вы там стример или еще что-то типа того покупайте это дешевый микрофон дешевый качественный микрофон конечно если он немного меняет звук он выравнивает уже не такой колоритный голос не такой тембр как например у студийного микрофона конденсаторного кстати это тоже конденсаторный микрофон но допустим у студийного конденсаторного например у меня был старый но не был он и сейчас есть там конечно тембр будет уже другой более ярче я не знаю этот конечно как это мое ощущение он уравнивается то есть короче ладно ну вы поняли так что если вам для стрима микрофон идеально подойдет если вы музыкант певец играете на гитаре или что-то типа того конечно и хотите качественную запись вообще я бы рекомендовала бы лучше снимать студию потому что это все очень затратно все это постраивает себе студию но в принципе для музыкальных я вижу видео тоже записывают музыканты видео звук музыку на этот микрофон и все вроде бы нормально так что этот микрофон обалден и по звуку если вы в прошлых видео или в этом к примеру обнаружили какие-то недостатки в звуке это только из-за меня потому что я еще пока что привыкаю к нему я не знаю на каком расстоянии мне приближаться к нему говорить то есть потому что я еще пока не слышу тут кстати в этом микрофоне есть такая я вас обнула немного в распаковке этого микрофона когда сказала что громкость тут громкость можно микрофон убавлять на самом деле или нет то есть громкость при записи регулируется это все в компьютере вот эта громкость кнопка громкость это наушников то есть я обнаружила такую вещь что микрофон может слушать так же и звуковой то есть вы подключаете сюда наушники и можете слышать себя когда говорите в микрофон когда микрофон у вас работает даже не важно записывать его звук или нет но он все равно будет работать и вы все равно будете слышать себя уже сразу в наушниках то есть меня постоянно спрашивали почему асмртисты сидят в наушниках постоянно записывают звуки и меня тоже волновал этот вопрос почему так ну вот они слушают себя слушают какой у них звук и так далее меня если честно это немного пугает я к этому пока не привыкла поэтому я записываю пока что без наушников я себя пока не слушаю лучше при обработке видео послушаю и там уже буду учиться как правильно говорить обращаться с этим микрофоном так что сильно не ругайтесь на меня то что я вас так кстати два видео просто немножечко напугала что стереоэффекта нет и так далее я сама расстроилась если честно я думала может быть я его не слышу просто потому что я когда очень плохо различаю даже смотрела ASMR-видео с ушка на ушко и я плохо различаю я не слышу то есть правое левое ухо я не слышу не знаю почему что со мной не так ну так чуть-чуть что-то слышно и все так что ну такие дела я надеюсь сейчас машин будет поменьше я вот так слышу но микрофон наверняка записала ну ладно в общем я хочу вам пожелать спокойной ночи хорошего дня завтра и будьте всегда добрыми ну просто не ругайтесь никогда ни на кого потому что всегда есть причина почему человек делает именно так сначала разберитесь в этом а потом будьте вежливыми доброжелательными тогда у вас и окружение появится точно такое же и вы будьте счастливы и успешны так что пока пока сейчас не знаю мне всегда хочется всего нас желать не знаю что это за пафос такой у меня вот вот такая я ладно все целую вас видео сушка на ушко обязательно будет триггеры поцелуи что там еще постукивание звуки штата все будет я обязательно сделаю такое видео сегодня такое вводное видео сушка на ушко сейчас что-нибудь поделаю так 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 обязательно напишите пожалуйста слышно слышно стерео эффект или нет или нет или да 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 мур 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 целую вас пока-пока спокойной ночи мы